Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Святаго Отца нашего, Яна Златоуста, Стагирию Подвижнику, Увещание первое, продолжение. Итак, всю благость Господа к нам не познать, не изъяснить невозможно. Я же скажу, главное из того, что мы знаем. После такого прислушания, после столь многих грехов, когда сила греха владела всею вселенную, когда роду человеческому надлежало потерпеть самое жестокое наказание, совершенно погибнуть и самому имени его изгладиться, тогда Бог и оказал нам величайшее благодеяние. Он предал на смерть единородного своего за врагов, отступивших, отвратившихся и ненавидящих его, и через него примирил нас с собою и обещал даровать нам Царство Небесное, жизнь вечную и бесчисленное благо, которых не видел глаз, не слышало уха, и которые не приходили на сердце человеку. 1 Коринфянам 2.9 Что может сравниться с этой попечительностью, человеколюбием и благостью? 2 Коринфянам 3.9 Посему и сам он говорит, «Но как небо выше земли, так путь мой выше путей ваших, и мысль моя выше мыслей ваших». Исайя 55.9 И кратчайший Давид, рассуждая, человеколюбие его говорит, «Как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся его, как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззакония наши, как отец милует сынов, так милует Господь, боящихся его». Псалом 102.11.13 И даже еще более, чем отец, но мы не знаем другого лучшего примера высочайшей любви. Выше этого примера представил Исайя, указав на мать, которая гораздо больше отца бывает привязана к детям. Он говорит так, «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Исайя 49.15 Показывает им, что милосердие Божие выше естественной привязанности. Так говорили пророки, а Христос, беседуя с иудеями, сказал, «Если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, то тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Матфея 7.11 Выражая этими словами не что иное, как то, что насколько отличается добро от зла, настолько Божия попечительность отличается от родительской. Но не останавливайся на этом, но проникай умом еще далее. Это сказано примирительно к твоему пониманию. Между тем, у кого премудрость и благость беспредельны, у того и человеколюбие таково же. Если же мы не замечаем его человеколюбие в каждом событии, то и это знак его беспредельности. Бог ежедневно устрояет для нашего спасения много такого, что известно ему одному. Он благодетельствует роду нашему по благости своей, не нуждаясь ни в прославлении от нас, ни в каком-нибудь другом возмездии. И посему очень многое оставляет сокрытым от нас. А если иногда открывает, то это делает для нас, чтобы мы, проникшим чувством благодарности, сподобились еще большей помощи его. Будем же благодарить его не только за то, что знаем, но и за то, чего не знаем. Потому что он благодетельствует нам не только когда мы желаем того, но и когда не желаем. «Зная это, и Павел внушал благодарить всегда и за все». Ефесянам 5.20 «А что Бог печется не только о всех вообще, но и о каждом в отдельности, это можно слышать от Него самого, когда Он говорит так. «Нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Матфея 18.14 «Разумея верующих в Него, Он желает, чтобы и неверующие в Него все спаслись и исправившись, уверовавши в Него, как и Павел говорил, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». 1 Тимофея 2.4 «И Сам Он говорил иудеям, пришел призвать неправедников, но грешников к покаянию». Матфея 9.13 «И еще милости хочу, а не жертвы». Матфея 9.13 Осия 6.6 «Даже, когда люди при такой попечительности о них не захотят исправиться и познать истину, и тогда Он не оставляет их. Но так как они добровольно сами лишают себя небесной жизни, то Он доставляет им, по крайней мере, все необходимое для настоящей жизни, повелевает солнцу сиять на злых и добрых, посылает дождь на праведных и неправедных и подает все прочее для продолжения настоящей жизни. Если же Он так промышляет о врагах своих, то оставят ли когда без попечения верующих в Него и угождающих Ему по силам своим? Нет. Нет. От них Он более всех печется. И у вас и волосы на голове, говорит Он, все сочтены. Лука 12.7 Продолжение следует.